вот перед вами собранная заказа которые должны поехать в мае до этого мы отправляли в основном клубнику малину ежевику сейчас клубника в заказах попадается может быть если заказ был очень маленький что его было не целесо и в нем было допустим жимолости клубника и очень мало и разделять их ну был бессмысленно мы разделяли на две отправки апрель-май только заказы которые большие когда они так и так в двух коробках идут вот мы так даже с плодами вот все практически вот так мы все процвели и даже завязались крыжовники вегетирующие малины выглядят вот так они небольшие вот жимолости стоят которые были на доращивание крыжовники сформировались здесь могут фрагментарно попадаться и смородины так вот надо полить кусты большие это смородина вся тоже видите с цветом кусты большие и выпили всю влагу надо пробежать полить на это вот красный белый красный или белый смородин видите кисть какая все цветет в горшках все цветет все поедет цветами цветы я не обрываю золотистая смородина тоже цветет но по золотистой смородине а я их как купила пустила размножение а сортность я не проверяла они плодоносились или в прошлом году но я болела не видела не крыжовники не смородины мне не было было в больнице меня прооперировали меня не было весь июль и только в августе ну это в августе я вернулась но не вы не выходила на участок вот здесь пока что нет ирисов вот мы собрали все без ирисов и рис мы начнем копать прямо перед потому что он копается он с открытым корнем едет это все в горшках мы уже все собрали укомплектовали все заказы собраны вот видите маленький заказе как его было делить один крыжовник и сколько тут пять горшков клубники конечно же мы это ну такой заказ мы не делили я же не буду один горшок отправлять чтобы человек два раза пересылку платил мы разделяли только большие заказы а маленькие заказики мы оставляли вот опять клубника вот оставляли как есть просто клубника стоит ждет крыжовник или жимолость и рис и мы начнем копать вот виноград пожалуйста тоже он мы его в апреле отправляли виноград но если были крыжовники то виноград стоит ждет крыжовники и и и ну и риса мы еще не копали и рис мы начнем копать перед тем как будем упаковывать прям непосредственно перед упаковками будем копать и рис и уже укладывать посылки сразу отвозить вот все заказы собраны все укомплектовано сейчас мы собираем заказа по мере поступления но идет стоп отправки то есть мы их собираем мы их готовим и они стоят ждут пока пройдут майские праздники в майские праздники не отправляю я потому что были случаи что посылка приходит а почтовое отделение не работает и люди не могут забрать посылки лежат растения лежат вот был такой негативный опыт поэтому я приняла решение на на период майских праздников делать стоп отправку у нас 12 мы начнем упаковку 13 пойдет сдек партия а 14 пойдет почта партия и я думаю в течение там трех четырех дней мы все это упакуем вот еще не все собраны из новеньких это вот кто кто декомплектовывается стоит то есть кто уже уехал и у кого остались хвосты или кто совсем не поехал но дело заказа рано а кто здесь сделал там сегодня вчера позавчера их я еще не собирал еще даже накладные не печатала потому что несколько дней собирала заказы площадок с ножницами несколько сортовой состав огромной и сборка заказов это по времени занимает ну немало вот поэтому стараемся сделать все побыстрее насколько у нас получается вот такие растюхи зеленые красивые скоро поедут на постоянное место жительства ожидайте